дождь пошел и все разбежались я подумала сделаю еще немножко видео спокойствие без людей когда только ведьмочки и так далее здесь остаются вот все ларечки где когда открыто можно что-то покушать называются либо дьявольская кухня либо ведьминская кухня и так далее так особо попу показывать красивой да мы не будем посмотрите вот видно места до которых здесь приходят и дотрагиваются наверное счастье приносит на заднем плане дети играют счастливые радостные все как должно быть повторяю еще раз вот это и есть то самое магическое мистическое место где тоже на вальпурги вывескую ночь собираются ведьмочки и танцуют но больше вот как бы больше большего масштаба происходит недалеко от гослара здесь тоже но туда мы также поедем там костер в общем вот когда будет вальпургевая ночь тогда поеду ближе к гослару там есть в лесу тоже танцплощадка это шоу это представление это очень очень интересно так но объяснять не буду кто это все поняли вы видите какой красивый прям как хомячок вот он дьявол мне кажется это просто чертик для дьявола как-то он не такой уже и страшный правда хорошее хорошее место для семейного отдыха есть приходит приходится отходить мне потому что дети плачут слава богу не мои хорошее место для семейного отдыха потому что здесь есть детская площадка очень много всего интересного можно покушать в спокойствии посидеть посмотреть на природу вот как раз это я и хотела увидеть посмотрите вот она красотка видно светит свет падает по-другому ведьма на метле мы мучаемся с той стороны а с этой даже лучше видно деревья какие деревья сколько же им лет 300 точно классная машина полтаймер вот чтобы всем понятно было здесь площадь там была смотровая площадка здесь домик в котором мы были я сейчас иду в сторону парковки но и в зависимости от погоды буду смотреть смогу ли я вместе с вами дальше продолжать эту экскурсию поэтому магическому культовому месту сейчас когда все разошлись здесь тихо спокойно пусто вот можно сконцентрироваться рассмотреть все детали второй раз я приезжаю к этому домику прошлый раз было закрыто было слишком поздно первый раз я его видела сегодня вместе с вами как он выглядит изнутри даже этот прекрасный туалет вот там я знаю что здесь есть еще амфитеатр зоопарк и также здесь есть еще парк девочки еще раз всем привет мне надо кажется мы немножко сумасшедшая вообще семья ну ладно так тому и быть мы уехали и стали поехали в соседний маленький город покажи пожалуйста вот к нам еще присоединились родственники в этом соседнем городке вот по такой дороге мне потому что напоминает родные края украина украина привет кто смотрит в общем по вот такой дороге в лесу мы сейчас едем нам ехать еще практически 6 километров вот с этой стороны здесь обрыв там течет ручей вода это все также относится к этому вот ведьминскому лесу и нам местные здесь сказали вообще-то я искала руины здесь есть какой-то заброшенный замок руины мне очень интересно было на него посмотреть ну ну как вы видите 24 часа в сутки не хватает это слишком слишком мало ой вот здесь очень красиво в общем 24 часа в сутки не хватает но тем не менее мы подумали ну чего уже там пошел дождь будем в пятницу 13 пользоваться случаем ездить по святым местам в общем у нас еще шесть километров и мы приедем к следующей площадке также танцевальной площадке ведьм я так понимаю что это все разбросано по всей по всей округе гор гардс вот где на вальпурговую ночь они собираются я знаю что самая большая тусовка происходит в районе гослара но там нужно подождать до конца апреля 30 апреля 1 марта если не ошибаюсь а мне кажется это так палят костры и вот как у нас традиция на ивана купала только там прыгают не молодежь через костер а ведьмы здесь аккуратненько господи здесь наверное последний раз лет семьдесят люди наверно здесь вообще не ездят ну едем едем куда-нибудь приедем и очень надеемся что будет интересно вот скажу вам честно я не знаю куда еду местные сказали едьте вот 6 километров где-то здесь в горах туристами часто посещаемое место но мы посмотрим так я думаю если не пять километров а пять часов так уже можно и до парижа доехать я не прощаюсь с вами я говорю до скорого но мне кажется следующие 6 километров пока здесь еще показывать ничего лес очень красивый очень чистый кстати вот пока не забыла расскажу кто живет в германии знает в германии в лесу такие правила когда вы идете в лес вот вы видите здесь мох папоротник цветочки всякие вы не имеете права взять даже мог из лесу все что вот пришел с пустыми руками в лес с пустыми руками из лесу уйди здесь даже растут поля люпинов нарциссов не знаю что там еще есть ну в общем лес он остается вот таким вот как бы это правильно сказать девственным даже мог взять из лесу нельзя это запрещено нет на конечно не скажу что все сто процентов святые никто этого не делает но если даже делают это такое для многих немцев события вот мы случайно пошли в лес у нас там с собой оказалась какая-то сумочка и мы там нашли мог это уже считается что-то нелегальное принести мог из лесу и как раз вот поэтому что природа защищается здесь так законом а местные жители следуют этим законам поэтому можно увидеть такие красивые места вот просто как в сказке как на картинке вот я только сказала что слышу где-то ручей слышу воду посмотрите я очень надеюсь что видно ручей а там выше водопад как не будем отставать от нашей экскурсии уже темнеет едем дальше мне очень будет интересно ваша реакция на это видео а знаете почему вот я увидела ручей и решила все-таки остановиться вместе с вами на это посмотреть я вам скажу честно это все вот настолько просто происходит сейчас экспромтом что я сама даже не знаю куда мы выйдем что мы там увидим какая чистая красивая водичка а мы наверное посмотрим на это все сверху посмотрим откуда это идет так наверное какой-то детский лагерь неплохой костер ничего себе я думаю скорее всего это какой-то детский лагерь который находится в этом лесу до сих пор видела только одну табличку по дороге по которой ехала но честно говоря я не знаю найду я это место или не найду но поедем дальше посмотрим немецкий лес там наверное некоторые напишут зачем нам твой немецкий лес у нас в россии украине белоруссии такие леса она тут водит нас как сусанин в пятницу тринадцатого по лесу девочки каждое видео делаю экспромтом вот где еще остановимся посмотрим что увидим покажу что там такое водичка так идет из камешка в камешке к сожалению не видно из-за подсветки не видно тоже интересно плющ как фильме ужасов